нашла снимается всеманские голограммы фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду днк наталья выходит из своего биоробота становится рядом если в биороботе еще присутствуют чужеродные копии голограммы растяжки подключки артефакты все это становится видимым и выходит из биоробота 1 2 3 она вышла я артефакты вижу но к чьей они нет артефакты есть да у нее что-то покрывает а нет она с ними вышла и над головой как тарелка какая-то которая контролирует понятна защищаемый физический биоробот защитным потоком и чистых энергий абсолютно берем наталья в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копии наталья поднимайся в комнату диагностики пошел подъем мы на месте понятно мы при этом наталью интересуемся готова ли она к диагностике доверить ли она нам свои биополе на период сеанса но готова и уже доверила и я даю команду на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой натальи под ногами сканер сканируется 7 тонких тел наталья находит все с ног у него воронка ушла и так воронка без инкоп инциктоид гомоноид 6 интерферентов спрут еще кто-то 5 интерферентов 5 интерферентов и воронка и так чья это воронка без твоя ваше с инкубом и когда вы ее подцепили эту воронку покажи ситуацию считает цифры над головой у беса без восемь воронку они усиливали наращивали закручивали вокруг нее пять лет пять лет и сколько бы еще понадобилось для того чтобы закрутить полностью вокруг нее он говорит но не знаю мы старались насколько процентов из то вы сделали в этой воронке понятно что это вообще реально полностью человека воронку погрузить это только те кто в сумасшедших домах как вы их называете завести с ума тогда он полностью в воронке хорошо объясними пожалуйста без первый вопрос к тебе если лярвы биополе натальи да на спине хорошо без я тебе предлагаю такой вариант мы сейчас все убираем все чистим когда твоя очередь будет я тебе тогда если ты конечно этого хочешь могу отдать эти лярвы которые находятся в ее биополе за это ты мне будешь отвечать на мои вопросы и кооперирует со мной тебя устраивает такой вариант да устраивает хорошо значит тогда мы сейчас переходим сразу к реверсу энергии чтобы не терять время все знают где они находятся никому объяснять не надо обращаясь к присутствующим все знают поэтому вышли хорошо очень даже разумно с вашей стороны поскольку все уже стоят спрашиваю сразу из присутствующих кто находится в ее квартире еще из вас никто хорошо отлично и я даю команду тонкой копии натальи спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственность за чужеродные негативные патогенные низкой аббрационной энергии в ее биополе 1 2 3 каналы выстраиваются сущности подходит каждый к своему каналу я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей этой чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к наталье энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается к ним у нее канал к гуманоиду там очень трудно идут энергии в ней конструкция какая-то мешает вернуть их хорошо значит будем отключать останавливаем пока реверс на гуманоиде ко всем идут энергии кроме гуманоида ко всем идут хорошо кроме гуманоида угу я даю команду на счет три силы моего намерения снимаю конструкцию гуманоида с нотари 1 2 3 она отключается безболезненно все отключается до последнего чипа и начинает все это выходить и зависает перед ней она стоит три года и вот это она заканчивается на голове сверху я говорю как тарелка такая уплотненная угу тарелка вышла ну она соединена с этой конструкцией выходит сейчас хорошо помогая ей даю ей столько энергии необходимо для того чтобы она это выдавила на счет 3 1 2 3 конструкция выходит вместе со всем что там подключено к ней готова и отправляя конструкцию в отдельную клетку 1 2 3 хорошо вот у нас еще один канал конструкция она как живая конструкция и по каналу гуманоида даем реверс откат чужеродные темные энергии на счет 3 1 2 3 пошла энергия по каналу усилие в сто раз все назад до последнего микрона да будет так а так и есть и конструкции тоже верни и конструкции выстраивая отдельный канал 3 пошла энергия назад ты знаешь я тут чувствовал больше то что она чувствовала она понимала что что то у нее внедряется не могла объяснить тело ломало у нее моментами чувствовала что что то происходит пугало ее это вот это все сейчас возвращается усиливаем потоки эмоциями и картинками да сколько лет находился гуманоид биополе 3 года сколько времени находился инзиктоид биополе 5 лет сколько лет находился инкуб биополе инкуб два года и без сколько без находился тоже 5 5 лет спрут сколько ты находился в этом биополе 7 7 лет хорошо ждем окончания реверса закончен устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса наталья забирает чистую светлую божественную энергию обратно пошла энергия божественная ее чистоте мощным потоком пошло назад 1 2 3 да будет так и так есть что идет в конструкции да красная энергия идет бежевая энергию жизни забирал воровал откуда ты гуманоид он говорит я здесь временно у тебя есть всегда три попытки ответить на мой вопрос первый раз ты не ответил если ты второй раз попытаешься мне не ответить на мой вопрос осознаю мое присутствие незаконно мне это все равно ты это будешь галактической полиции рассказывать межгалактической полиции если ты до нее дойдешь давай разойдемся хорошему по доброму как вы говорите а какое доброе ты сделал я сразу вышел все осознанно гуманоид слушай а у меня такое подозрение а ты не в розыске случайно а а ты не в розыске а не в розыске а а я же знаю не произноси эти слова да а что будет здесь везде есть уши да я тебе сегодня такие уши и глаза еще тебе покажу ты удивишься очень сильно ты не туда попал понимаешь тебе надо было уйти когда она только сеанс заказала тебе надо было сразу бежать если ты уже попал сюда то ты будешь отнести ответ за свою надежда что не найдешь реверс окончился отлично хорошо так начнем тогда сейчас с спрута спрут выпрыгивай собирай все что ты оставил отключайся медленно если ты что-то повредишь или жидкость останется при проверке говорю всем она будет проходить 2 миллиона герц вы сгорите в клетке если вы что-то забудете и оставить поэтому в ваших интересах все аккуратненько вытащить и пройти проверку все кто пройдут проверку за исключением гуманоида уходят на свою чистоту а этот просто на нее сидел на макушке затылок и вниз по спине плечи кошмар отсасывал энергию полностью еще пальцы у него везде он все собрал так инзиктоид выходи вытаскивай все что ты оставил инкубатор все отсасываешь да вот этот гуманоид он не договорил он говорит что он мог бы уйти но вот эта вот конструкция так быстро ее из тела невозможно было вытащить то есть он ее вживил туда полностью по скелету к мышечным тканям как-то вживил ты прекрасно отдавал отчет чем заканчиваются многие очень многие не вернулись инзиктоид вы не шар какой-то инзиктоид что это за шар он отгородился от этой конструкции в этом от конструкции гуманоида и этот шар там потомство чтобы не влиял энергия гуманоида на него его потомство а как эти твои энергии от этого шара влияли на ее самочувствие инзиктоид подпитывали мне шар полностью я спрашиваю какие она какой дискомфорт она испытывала на физическом плане ты у нее в животе сидел наполнялась наливалась полнела полнела хорошо кормить меня нужно бывает наглые рожи кошмар готов он вышел хорошо все инкуб выходи и снимай все что ты оставил шейники ленточки все что у тебя там есть возвращайся в клетку докладывай готовность но он низ живота занят и все что ниже понятно а без здесь и дел то да в ногах воронки понятно хорошо Вера от воронки нам никакого толку да нет открывается под ней портал галактическое ядро она уходит на переработку закрывай опечатай раствори хорошо я хотела ее забрать зачем сбросил моя работа такая из этой лярвы получишь все забрал инкуб или он снимает еще он с рук снял и не живота снял угу ноги бедра готовы хорошо без выходи снимай все что я оставил и докладывай мне о том что ты все снял приступай на онкоголь высокий снимает угу воронка крепилась там на них энергией понял готов хорошо здесь разрешаете без тогда забрать все лярвы которые находятся в ее биопуле ничего не забывай где они находятся Вера посмотри спина ноги на подошву узнаем готово видишь обещал верно сделал хорошо значит так все все забрали переходим к рассинхронизации я даю команду на значение сто процентов готово хорошо я даю команду скэнеру на контрольную проверку скэнер сканирует все семь тонких тел выпаривает мелкие частицы если что-то осталось если что-то крупное было забыто загорается красные маячки один два три скэнер сканирует и проводит контрольную проверку чисто хорошо предупреждаю всех если кто-то еще раз придет в биопуле на талии кого я сейчас буду отпускать они уже после этого никогда больше никуда не уйдут кроме галактического ядра надеюсь это понятно спрут ты готов уходи да четыре children Забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Да, готов. Инзиктоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида 1, 2, 3. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. 1, 2, 3. И Бес забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. И я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, Нибиру, гуманоид. Очень хотел убежать. По ощущениям в розыске. Она смеется, она говорит, Валат теперь все твои ученики обращают ко мне. Ой, я хотел с тобой по этому поводу поговорить. Это, конечно, хорошо для них, но я хотел спросить, не отягощает ли это твою работу основную, потому что я не знаю, как решить сейчас этот вопрос. Она говорит, я знаю. Давай по теме закончим. Давай закончим, конечно, да. Что ты по поводу его? Попался, голубчик. Был в розыске? Есть такой. Значит, интуиция не подвела. Конструкцию мы тоже заберем. Хорошо, мы все забрали оттуда. Отлично. Готово. Хорошо. Ли, что-то хотела еще сказать? Не сейчас. Все понял. Хорошо, значит, работаем дальше. Все, поехали. Благодарю ее. Есть. Хорошо. Мы закончили чистку. Как Наталья себя чувствует? Непривычно я, но рассматриваю себя. Она не понимает, что с ней происходит, откуда у нее такие энергии. Новая ей все это. Да, это ее родные энергии. Вот так они выглядят. Хорошо, Наталья. У вас остались здесь вопросы к куратору. Мы сейчас будем делать запрос. И пригласим его в нашу комнату диагностики. Я прошу куратора Натальи прийти в нашу комнату диагностики. Нет намерения у Натальи. Любопытство у нее. Повторяю еще. Хорошо. Я приглашаю в нашу комнату диагностики куратора или учителя Натальи. Придите, пожалуйста, в нашу комнату диагностики. Женщина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном мире. Согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Натальи. Будьте любезны, представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Аполлона. Аполлона? Да. Приветствую вас, Аполлона. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сейчас проводили чистку вашей подопечной Натальи. И она прислала 10 вопросов, которые она хотела бы задать своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на те вопросы, на которые посчитаете нужным ответить? Не все вопросы будут ответить. Мы уже поняли. Душа до расти нужно. Да, там слово любопытство. До определенных ответов. Понятно. Хорошо. Давайте договоримся, Аполлона, если вы не возражаете. Следующим образом я буду зачитывать вопросы. Если вы по каким-либо причинам не можете или не хотите отвечать на них, говорите мне, пожалуйста, переходи к следующему вопросу. Я отвечу на вопросы, на которые душа готова услышать ответ. Или так. Благодарю вас, уважаемая Аполлона. Вы позволите начинать? Я поясню. Пожалуйста. Чтобы услышать определенные ответы, душа должна развиться и сама попытаться найти ответ. И если мотивации не было, ответа не последует. Продолжайте. Благодарю вас. Итак, первый вопрос. Откуда пришла моя душа на землю? Холодно. Работа в этом ключе не была проведена. Переходим к следующему вопросу. Я поясню. Пожалуйста. Я бы хотела, чтобы Наталья понимала, что Куратор — это не добрый ангел-хранитель, как вы себе это представляете. Это душа, которая отвечает за ваше развитие и стучится к вам, показывая разные знаки и усиливая вашу интуицию. Но когда работа не происходит, и человек продолжает жить земной жизнью, погружаясь в рутину, ответ не может прийти просто потому, что кто-то другой спросил у своих Кураторов, откуда он и ответ последовал. Это нужно чувствовать внутри себя, быть настроенным на развитие. Куратор не отвечает на любопытство. Только так может быть связь с двух сторон, не только с одной. Продолжай. Благодарю вас, уважаемая Аполлона. Здесь все понятно. Второй вопрос. Мое последнее значимое воплощение на Земле. Какое оно? Я Куратор на эту жизнь. И мой совет, Наталья, подумать об этом воплощении и сделать его значимым. Но я удовлетворю любопытство и скажу лишь про одну прошлую жизнь. 1546 год. Турция. Чем она там занималась? Секунду, я смотрю. Твой отец занимался перевозками товаров через море. Ты очень часто посещала его корабль. Тебе нравилась эта жизнь. Воздух, соленая вода. В дальнейшем ты вышла замуж за торговцей. Научилась ковры, ковровое дело, плетение, создавала определенные ковровые изделия, если можно их так называть. Благодарю вас. Что еще вам интересно про прошлую жизнь? Какой максимальный опыт, скорее всего, она набрала? Чему она научилась в той жизни? Она училась. Училась. Да, она училась. Была очень заинтересована в своем развитии. Не стеснялась в любом возрасте браться за новые дела. И с интересом учила новые профессии, позволенные для того времени. Жизнь была гармоничная. В семье была любовь. К отцу остались теплые чувства. Замечательная жизнь. Благодарю вас, уважаемая Аполлона. У меня вопросов больше нет. Если вы позволите продолжать дальше? Позволю. Третий вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось? Три прошла, два осталось. Благодарю вас. Четвертый вопрос. На каком уровне находится мое высшее я? На седьмом. Седьмой уровень высшего я. Благодарю вас. Пятый вопрос. Первые причины моих заболеваний. Застой. Застой энергии в тонких телах. И как результат удар по физическому телу. Вопросов нет. Все здесь понятно. Я бы вернулась к первому вопросу. Вернее, ответу. Да. Рутина и земная жизнь затягивает. Вы забываете про свое развитие. Разбрасывая свою энергию, а не накапливая ее. И используя как лечебный материал изофит. Все понятно. Благодарю вас. Благодарю вас. Шестой вопрос. Она спрашивает, на какие органы ей стоит обратить внимание. Вы говорите про физическое тело. Органы сами показали себя. Ты знаешь все свои больные места в физическом теле. Я бы добавила, что ноги, подошвы, ступни. Это тоже слабое место. Это так, как весь упор идет вниз. И лярвы, которые там скопились, они делали свое дело. Отечности и спина несли свою нагрузку. Мы это все убрали сегодня при чистке. Надеемся, новых не возникнут затемнения и воронки, и интерференты. Хорошо. Я могу переходить к следующему вопросу. Это будет зависеть от Наталии, как она будет наполнять себя энергиями, чувствовать их, понимать, что такое вибрации, визуализировать и развивать себя в этом русле, а не только обращать внимание на физическое тело и его боли. Все физические боли можно излечить энергиями внутри себя. Продолжай. И не только боли, но и болезни. Если целенаправленно, зная свои энергии, направлять их в больные места и давать установки на излечение. Но это нужно определенные шаги сделать. Это на настоящем этапе, вы правы. Немножко рано. Я перехожу к следующему вопросу с вашего разрешения. Седьмой вопрос. Сколько процентов темной энергии у меня накопилось? 27. 27 процентов. Восьмой вопрос. На чем сосредоточиться, чтобы осуществить переход в четвертое измерение? Вот такой вопрос. На том, что не думать об этом, а заниматься собой и своей осознанностью. Что такое осознанность? Я бы начала с интуиции и знаков. Обращаешь ли ты на них внимание? Видишь ли ты то, о чем я пытаюсь кричать? Мне приятно, что ты услышала меня и очутилась здесь. Но это всего лишь первый шаг. Не нужно думать о переходе. Нужно заняться собой, своими энергиями внутри. Развивая их, ты сама поймешь, что этот вопрос отпадает. Но не имея этих энергий, не развивая их, не усиливая, ты ощущаешь слабость и неизвестность. Потому возникают такие вопросы. Продолжай. Благодарю вас за этот ответ. Мне он абсолютно понятен. Девятый вопрос. Моя миссия на это воплощение? Я не понимаю вопрос. Перефразируй. Сейчас подумаю. Ни одна миссия не может быть выполнена, не понимая, кто ты, не чувствуя и не представляя связь между умом и сердцем. Здесь и перефразировать не надо. Вы все ответили абсолютно верно. Абсолютно верно. Миссия у нас в принципе одна единственная. Это развиваться, развивать свою душу на этой земле. Потому что мы сюда для развития пришли. Если мы ее темнее занимаемся, то у нас накапливается в том числе и темная энергия. Я заметил число 27%. 27% это... Бездействие. Бездействие. Вот прям на языке лежало это слово. Бездействие. От этого накапливается темная энергия. То есть душа не получает свое развитие. Я полагаю, стоит обратить на этот аспект внимание. Хорошо. Я перехожу туда с вашего позволения к десятому вопросу, если вы все закончили здесь. Да. Как осуществлять контакт с куратором? Ты знаешь мое имя. Контакт с куратором. Очень трудно осуществить, если ты не умеешь визуализировать, останавливать мысли. Это разделяет душу на земле и ее куратора очень сильно и делает пропасть почти недостижимой. С куратором очень легко установить связь. Мы всегда вас слышим, но вы не слышите нас. По причине того, что не развиваете интуицию и гармонию внутри себя. Я уже сказала, только находясь в гармонии души, сердца, только понимая свои энергии, чувствуя свой стержень, вы можете соединиться с куратором. Я бы могла дать небольшие техники, но боюсь, что кто-то другой может перехватить ответы. Так как Наталья стоит в самом начале пути развития своей души. Опасность есть такая. Поэтому вы абсолютно правы. Я понимаю, о чем вы. Наталья не знает элементарные техники защиты, закачки энергии, вибрации, сброс ненужных эмоций, которые присутствуют в ней. Я бы посоветовала начать именно с этого визуализации. Абсолютно верно. Ей надо достичь состояния безмолвия в голове. Когда она может слышать. Когда мысли на Ай-60, по-моему, или 100 в минуту пролетают, мы не в состоянии. Мы не в состоянии никого вообще услышать. Но куратор слышит нас всегда. Техники для связи с куратором, в принципе, это действительно самая легкая проблема. Но на этом моменте ей действительно лучше сориентироваться сначала на защите и сохранение своих энергий. И защите и какого-то движения в своем развитии. Только после этого она может быть готова к этой встрече. Совершенно верно. После этого открывается информация одна за другой. Ты не можешь перепрыгнуть. С первого на четвертое. И знать, кто ты, это принесет тебе лишь негатив. Потому что ты не можешь управлять этим. И не знаешь элементарных техник безопасности. Да. Есть такое. Уважаемая Аполлона, я благодарю вас за эту дискуссию. За ваши ответы на вопросы. Ваша подопечная Наталья. Очень было интересно слушать и получать подтверждение, что все кураторы, в принципе, имеют одну единственную цель. Это развитие, духовное развитие человека на Земле. И каждому куратору было бы приятно наблюдать, как человек двигается самостоятельно в этом направлении. Все решения на наши проблемы у нас уже лежат внутри. Но мы не в состоянии выключить свой мозг, чтобы сами себя услышать и получить правильные ответы. Это, к сожалению, у очень многих людей. Но если работать, мы же проходили этот путь. Мы прошли и проходим. И получается. Для этого просто надо иметь желание и работать над этим. А информация и еще два слова. Обращать внимание на знаки. Если можно такое добавить, уважаемый Аполлона. Я знаю, куратор всегда посылает знаки своему подопечному. Только немногие в состоянии эти знаки. Информация вокруг вас. Выберите правильную. Вот. Информация нас постоянно окружает. Надо просто правильную выбрать. Хорошо, уважаемый Аполлона. Благодарю вас. И еще позвольте, если вы хотели от себя что-то лично добавить сейчас, вашей подопечной, это был бы самый лучший момент. Все, что я добавлю, я лишь только повторюсь. Понятно. Хорошо. Тогда позвольте вас познакомить с нашей доброй традицией в этой комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель, который приходит в нашу комнату диагностики, а их было уже несколько сотен, всегда получает от нас один специальный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными и самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение, уважаемая куратора Аполлоне, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности от нас за эту встречу. Мерси. Это очень приятно получать подарки. Сельвупле, уважаемая Аполлона. И нам очень приятно. Я бы посоветовала прислушаться к моим ответам. В них заложено много информации, а также действия, которые она должна начать делать для своего развития. Абсолютно верно, Аполлона. Вы все вложили, всю информацию, да имеющие уши услышат. Благодарю вас за эту встречу. Примите наши искренние благодарности от меня и от Веры за эту возможность с вами пообщаться и за то, что вы сегодня помогли вашей подопечной сделать, я надеюсь, серьезный шаг вперед в ее развитии. Благодарю за эту встречу. Благодарим и вы вас. Я оставляю Наталью с ее энергиями и вибрациями. Держи их, не понижай и следи за своими эмоциями. Мне нечего добавить сегодня. Отлично. Мы не говорим прощайте ни одному куратору. Мы всегда говорим до скорых встреч. Возможно, мы еще встретимся и с удовольствием с вами пообщаемся на другом этапе ее развития. Благодарю. Да, будет так. Найлучшие пожелания и всего доброго. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично, Наталья. Мы пообщались с вашим куратором. Как вам встреча с вашим куратором Аполлоной? Очень много информации. У меня горят щеки. Она во всем права. Отлично. Теперь, когда вы знаете правду, вам уже ничего не может мешать идти этим путем. Вам интуитивно будет приходить решение. Обращайте внимание на знаки. Она будет с вами общаться по-любому. Если вы услышите ее и сможете установить диалог, это будет дальнейшим шагом. Но начинайте лучше со своего развития, с этих элементарных мер по защите себя, своих энергий. И очень важное слово было сказано о сдерживании своих эмоций. Не позволяете вашим эмоциям? Я все услышала. Вот это я хотел обратить просто на это ваше внимание. Хорошо, будем вас возвращать назад. Мы закончили работу. И для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Натальи в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изверинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Я отключаюсь от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Да, я здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!